Всех приветствую! Сегодня именно что просвет у нас будет, просвещением мы займемся, причем таким техническим. Я сегодня хочу поговорить про масло, в основном про моторное масло. Что это такое, зачем оно нужно, что оно делает в двигателе, насколько не сладко ему там приходится, и что бывает, если масло некачественное или не вовремя его заменили и так далее. И поможет мне в этом Сергей Смирнов, технический директор автосервиса Эль Авто. Сергей, приветствую! Приветствую, Леонид. Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Сергей у нас представитель так называемого неофициального сервиса. Да, что называется, Ацахи. Да, это очень важно, потому что, вот знаете, я уже с чем столкнулся, ты разговариваешь с представителями официальных, скажем, да, автосервисов, с представителями компаний, и выудить из них какую-то правдивую информацию, а не рекламную, очень сложно, потому что, ну, понятно, все они связаны какими-то корпоративными, там, клятвами и так далее. Он никогда тебе не скажет, что там что-то плохо. Он будет говорить, что какие двигатели прекрасные, какие они прекрасные применяют сертифицированные продукты и так далее. А всю информацию действительно, да, потому что, ну, у всех есть проблемы, приходится выцеплять, действительно там, да, выгрызать откуда-то. Вот Сергей имеет колоссальный опыт в обслуживании, в частности, автомобилей BMW, и он нам расскажет все без утайки. Вот, если у вас есть вопросы касательно масел, касательно надежности двигателей и так далее, не только BMW, но и других марок, звоните, пожалуйста, нам в эфир, телефон 6510996, код города 495, или пишите на сайт finam.fm. Да, буквально небольшое точение я хотел бы сделать. Прежде всего, это касается немецких автомобилей премиум класса, потому что в основном опыт именно по ним. BMW, Mercedes, Audi. Ну, аудио в несколькой меньшей степени. Вот, и хотел бы сказать, Леонид, по поводу темы сегодняшней передачи, там не хватает вопроса, когда. То есть, как мне кажется, когда это самый главный вопрос, то есть, когда вы меняете масло автомобиля. Понятно, что вы используете, скорее всего, те масла, которые можете приобрести, либо то, что вам заливает дилер. Но, а когда вы понимаете, что вам необходимо его заменить? Как правило, у всех есть межсервисный интервал. И они знают, что вот им, да, скажем, 10 тысяч километров пробега. Или один год, да, 15 тысяч, или один год. Совершенно верно. Видимо, дело в том, что все в основном ориентируются на интервалы, которые указаны в сервисной книжке. Да. Тем не менее, Леонид, я думаю, ты легко вспомнишь, что еще 10, может быть, 20 лет назад типичный интервал замены масла в автомобиле составлял примерно 5-7 тысяч километров. Да, ну, 10 все-таки, конечно. Ну, пускай 10, но вот в книжках, например, на тот же самый, я имею в книжку по эксплуатации, та же самая «Волга-402», там указано это от 5 до 7 тысяч километров, ну, в разных редакциях. И это исторически так сложилось? Совершенно согласен, потому что «Волга» — это представитель так называемой американской ветви советского автомобиля. Школы, да. Школы, да, школы. Как только к нам в 70-е годы итальянцы, скажем так, при помощи… С «Фиатом», да, из «Жигулями», которые… Экспортировали европейскую ветвь, мы получили совершенно другие моторы, и, насколько я помню, изменились интервалы 10 тысяч километров. Да. Был указан уже в… ну, это начало 70-х годов. Тем не менее, «Волги», кстати, совершенно другие моторы, по-разному, по-другому устроены. Конечно. Ну, я в данном случае еще вспомнил бы автомобили более чем… Да, от «Бенса» надо идти. Да, ну, от «Бенса» надо… От «Николауса Отто». Это мотоколяски, в принципе. Конечно, конечно. Мотоколяски страшные, с ужасными маховиками, которые торчали. В общем-то, кареты с мотором. Конец 19-го века, когда вообще, да, возник, сформировался двигатель внутреннего сгорания, такой, каким мы его знаем, но еще в какой-то сырой, такой, да, необработанной, очень малонагруженной форме. Начала формироваться культура обслуживания автомобиля, но давай вспомним первый серийный автомобиль, массовый. Я имею в виду «Форт Ти». Да, «Форт Ти», их наклепали аж 15 миллионов штук. И это уже был, в общем-то, прообраз современного автомобиля, там очень много технических решений. Так вот, в инструкции по эксплуатации этого автомобиля указан интервал, какой бы ты думал. Ну, ну сколько там, 500 миль, да? 500 миль, совершенно верно. 500 миль, совершенно нечего возразить. 500 миль в переводе на километр, это всего лишь восемь сотен километров. Представляешь, современного автовладельца заставить менять масло, фактически это каждая заправка. Как бы обогатились заправщики еще выше, чем... Почему, собственно говоря, почему такой интервал? То есть, откуда он взялся, почему они придумали 500? Ну, понятно, что там никаких лабораторных исследований не проводили в то время, это мало кого интересовало. Ну, конечно, интересовало, возможностей, может быть, не было. Давай вспомним те моторы. Понятно, что они, ну, по современным меркам совсем уж... Ненагруженные. Ненагруженные. Да, малофорсированные, что называется. Малофорсированные, совершенно верно. Слабенькие. Степень сжатия, кто помнит такое понятие, 4 к 1. То есть, это совсем... Это автомобиль имел мощность, точнее, двигатель установленный автомобиль, имел мощность порядка 20 лошадиных сил. Это буквально пяток газонокосилок. Да, да. Ну, никого сейчас этим не испугаешь. Культура производства. Там, вот о чем бы мы с тобой сейчас не говорили, все будет ужасно примитивно. Да, все на коленке буквально делалось. Допуски были в двигателе очень... И масло, которое... Масло обязательно уже тогда оно, конечно, существовало, потому что трение в двигателе есть. Совершенно верно. Да, это набор у нас деталей. Там, коленчатый вал, вкладыши, там, да. Распределительный вал и так далее. Их надо смазывать. Поэтому масло, естественно, взяли из индустрии. То есть, представь себе станки, которые стояли, в общем-то, в комнатных условиях, в цехах. То есть, о каких там суровых условиях американской зимы можно было говорить в то время. Конечно, это обычные индустриальные масла, безо всяких присадок. Их прямиком применили в автомобиль. Продукты перегонки нефти. Совершенно верно. Причем примитивные перегонки нефти. Ну, дистилляции. Вот то, что практически нефтяной самогонный аппарат. И более того, применили даже не тяжелые фракции, а газойливые фракции. То есть, это совсем жидкие масла, потому что основная часть двигателя при этом смазывалась туманом, испарением буквально. Да, разбрызгивание. И как же плохо приходилось этому и, в данном случае, ну, двигателю-то ладно, но и маслу. Давай вспомни, что на тех машинах не было тормостата. Двигатели очень долго прогревались. Да, да, да. Очень долгие прогревы. Плюс к тому, различные, скажем, смеси образования, то есть, количество дозируемого топлива было крайне несовершенным. Ну, все это было, да. Очень много топлива не сгорало. В итоге масло достаточно быстро отравлялось. Огромное количество факторов в двигателях того периода действовали не в пользу масла. И масло выменяли каждые 500 миль. Да, да, да. Давай сейчас послушаем, примем звонок. К нам дозвонился твой тезка Сергей. Алло, Сергей, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Вот Land Cruiser 200-й, дизельный двигатель, заставляют официалы менять масло на межсервисном ТО в 5000. Насколько это актуально и стоит ли это делать, если следит ли машина с гарантией? Ну, просто для сравнения, да, вот, предположим, у меня был немец в свое время, Туарег, В10-й. Я там менял масло через 15 тысяч. То есть, в принципе, те же две турбины стоят, вот. И почему такая разница? 5 тысяч и 15. Сергей, да, вопрос понятен, спасибо. Ну, сразу отвечу. Дело в том, что, конечно же, это перестраховка у дилеров Тойоты. Абсолютно. Конечно же, масло там, даже вот то, что они рекомендуют, может ходить 10 тысяч. И сейчас, насколько мне известно, Тойота изменила, удлинила межсервисный интервал для Land Cruiser до 10 тысяч. Так что... Ну, то есть, вопрос практически снят, я так понимаю. Да, да, абсолютно. Хотя, конечно, замечу, что Тойота, ну, немножко забегаем вперед, но Тойота была одним из первых, во-первых, пионеров рынка нашего. И это был один из первых производителей, который установил именно малый, сверхмалый интервал обслуживания в связи с условиями... Да, с более жесткими условиями эксплуатации в России. И сейчас, то есть, понятно, что это вызвало, наверное, недовольство потребителей. И с другой стороны, в общем-то, я с ними отчасти согласен в этом. Сейчас, то есть, лучше уж пусть будет короткий интервал, чем интервал слишком большой и с последующими проблемами с мотором. Ну, это правда, это правда. Ну, вот, вернемся к... Да, вернемся к теме, о которой мы говорили. Опять же, мы сейчас поговорили примерно о периоде начала века. И буквально перенесемся, наверное, годы в сороковые. Есть, помнишь, такое произведение, более чем известное, «Одноэтажная Америка» или «Филипетрова». Помнишь, их там заставили менять масло тысячу миль. Уже дошли до тысячи. Если мы посмотрим справочники времен периода примерно предвоенного, там увидим до двух тысяч миль. Ага, ага. До двух тысяч миль. И вот этот интервал практически без изменений перекочевал, там дошел до семидесятых. И там уже мы уже дошли до трех тысяч миль. Да, да. И все это сопровождалось, естественно, ростом, улучшением технологий. И об этом мы поговорим сейчас уже после новостей. А сейчас новости на Финам.ФМ. Моторное масло. Какое и зачем? Обсуждаем эту тему. У нас в гостях Сергей Смирнов, технический директор автосервиса «Эль Авто». У нас есть звонок. К нам дозвонился Вадим. Вадим, приветствую вас. Вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Сергей. Вот у меня какой вопрос. Являюсь владельцем автомобиля BMW. Какого? 61-й кузов, 47-й мотор, дизель. До этой машины у меня тоже был BMW, 54-й мотор бензиновый. Так вот, в чем вопрос. Почему обе машины были куплены в Европе? У них межсервисный пробег по замене масла, допустим, на бензиновом на том моторе на 54-м составлял 25 тысяч километров. При использовании Long Life масла. А на этом двигателе указано вообще 30 тысяч межсервисный пробег, если использовать масло, или 0,4. Да-да-да. А у нас эти пробеги почему сокращаются в два раза? Вы прямо предвосхитили дальнейшие... Мы, в принципе, этому хотим посвятить программу. Да, если вы сейчас наберетесь терпения и нас дослушаете до конца, мы потихонечку к этому и ведем. Подбираемся. Ну, вот действительно, сейчас... Павел, спасибо вам. Сейчас пробеги, о которых мы можем рассуждать, исходя из того, что указывают производители в сервисных книжках, это примерно 25-30 тысяч километров. То есть, казалось бы... Это все началось в 90-е. В 90-е, да, совершенно верно. В конце 90-х появился стандарт Long Life, который в той или иной форме принят любым производителем из немецкой, прежде всего, европейской школы двигателей. Да, и, безусловно, он прогрессивный, конечно же. Да, потому что он позволяет сохранить нефтепродукты, да, и, так сказать... Вот, и очень-очень правильное замечание, то есть, а почему, то есть, зачем 30 тысяч, это сделано для кого? Для потребителя, для производителя? Кому это интересно? То есть, неужели прогресс в маслах настолько... Что мы настолько усовершенствовались в маслах, что мы имеем возможность не менять масло 30 тысяч? Да, и даже 100 тысяч имеем возможность. Ну, вот, кому выгодно? Ну, прежде всего, потребителю. Мне, конечно же, выгодно реже приезжать на сервис, тратить меньше денег на обслуживание. Да, безусловно, это, конечно... Вот, на первый взгляд, я с тобой готов согласиться. И это невыгодно, прежде всего, конечно, сервисменам и производителям, которые зарабатывают на моем каждом визите на сервис. Упущенная прибыль. Абсолютно точно. Плюс к тому экологический аспект, то есть, представьте, у нас сейчас в мире зарегистрировано практически 1 миллиард автомобилей. Если каждый из них будет менять масло каждые 5 тысяч километров, представляете, какая огромная нагрузка... То есть, нефтяники... На экологию это все потом сливается и очень редко перерабатывает. Как-то утилизируется, ну, чаще всего горит, конечно. Так вот, интересный момент. Действительно, сейчас интервалы замены масла указаны у большинства производителей, как 25 тысяч и 30 тысяч километров. А выдерживает ли масло такие нагрузки? Вот, как показывает практика, конечно, не выдерживает. И, во-первых, хотелось бы вернуться к вопросу начала... Ну, вот интересно, в Европе-то выдерживает? В Европе выдерживает. А у нас почему-то нет. А вот есть такое понятие моточасы. Сколько двигатель отработал? Представьте, что вы едете каждый день на работу порядка 15 километров. Правильно? В Москве это занимает около часа. И обратно около часа. То есть, стоите в пробке, а одометр не крутится. То есть, пробег у вас не увеличивается. Представьте, два моточаса, то есть, два часа двигатель отработал в очень неприятных для него условиях. И вы получили всего 30 километров. Немец может ехать на работу порядка 100-120 километров. Ну, по автобану. И двигатель работает в идеальных условиях. Охлаждение. Все очень здорово, все очень хорошо для двигателя. И теперь представьте, если перевести в моточасы, наши где-то, наверное, ну, сколько у нас принят интервал? Как правило, 8-10 тысяч километров. Редко кто переезжает этот интервал, несмотря на политику, проводимую производителями. В Германии 30 тысяч, это примерно 3-4 месяца. В соответствии 3-4 месяцам эксплуатации. И масло меняется там. Эти 25-30 тысяч в идеальных условиях. Настоящие. По моточасам то же самое. А масло же тоже от времени окисляется. Совершенно верно. И ухудшается. А теперь представь режим работы холостого хода. Огромный, на самом деле, самый неблагоприятный режим для мотора. Как ни странно. Как ни странно. Многие думают, что на холостом работает прекрасно, ничего страшного. Ну, может быть, одометр не мотает. А, к сожалению, или, ну, для экологии вроде бы к счастью, для владельцев, к сожалению, современные двигатели обладают кардинальным отличием от моторов старой школы. То есть, примерно, периода до 80-х годов. Это отличие от температурного режима мотора. Сейчас об этом поговорим. Но сначала примем звонок. Роман дозвонился до нас. Роман, приветствую. Вы в эфире. Здравствуйте. 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 У меня машина Volvo S60 новая. С мотором T5. Мотор турбовый. Да. А 20 тысяч производителей, что отходят. Каким образом? Я всегда помню, что на турбо менялось, ну, 4-5 тысяч максимум. Спасибо. Спасибо за вопрос. Дело в том, что сейчас и турбо... То есть, раньше турбомоторы, там, в 70-е, 80-е, даже в 90-е, это было нечто такое высокофорсированное, да, что-то такое особенное. Сейчас турботехнологии уже, это мейнстрим. Обыденность. Да, это обыденность. И, собственно говоря, сами турбокомпрессоры стали более совершенными. С охлаждением, часто с жидкостным охлаждением. Материалы, применяемые в подшипниках и так далее, да, тоже стали другими. Системы смазки турбокомпрессоров стали совершеннее. И само масло тоже стало более совершенным. То, которое рекомендуют для этих двигателей. Вот, поэтому, опять-таки, вот мы говорим про то, что европейские межсервисные интервалы, в том числе, даже для таких высоконагруженных моторов, как Т5 у Вольво, в Европе, длинные 20 тысяч. А вот в России, особенно в Москве, в Питере, в крупных городах, их надо сокращать, к сожалению. Вот об этом мы и говорим. Да, Леонид, и я бы еще такой момент вспомнил. Откройте, пожалуйста, владельцы, уважаемые автолюбители, откройте свои инструкции по эксплуатации. Посмотрите, нет ли там отдельной главы, которая посвящена снижению межсервисного интервала в условиях тяжелой эксплуатации. И если вы будете внимательно читать эту главу, там, скорее всего, написано, что эксплуатация в городах, то есть в режимах, в общем-то, очень неприятных. Коротких пробегов. Коротких пробегов, совершенно верно. Раньше было такое понятие «докторский цикл». У «Фиата», по-моему, впервые, да, они специально, разрабатывая двигатели и автомобили, тестировали машины по докторскому циклу, имитируя жизненный стиль доктора, который ездит от пациента к пациенту на короткие расстояния. Вот он себе наметил маршрут, у него 5 километров до одного, 5 километров до другого, двигатель не успевает прогреваться. Совершенно верно. И работает в очень жутких условиях. Ну, вот этот момент, скорее всего, отражен практически в каждом руководстве. Поэтому посмотрите, если такое есть даже со стороны, требования со стороны производителя, то вы не можете к нему предъявлять какие-то претензии, потому что, скорее всего, просто не прочли инструкцию. И действительно, современные масла вроде бы как считаются современными, потому что, в общем-то, масла делятся на две группы. Я имею в виду базовые масла, из которых масла изготовляются. Это либо продукты, которые в родственниках имеют нефть, то есть произведены из нефти. Любым способом, неважно, может быть и синтетика из нефти, может быть просто продукты дистилляции. Также есть синтетические масла. Синтетические масла – это именно продукты синтеза, например, изжиженного газа и подобных. Изотелена. Изотелена, да. Есть и товарные масла, которые вы можете приобрести. Это, как правило, смеси того и другого, сдобренные присадками. Присадки впервые появились, опять же, в Америке примерно в 40-х годах. Перед войной. Перед войной. И, между прочим, война в каком-то смысле способствовала развитию этой темы. Авиационные моторы. Авиационные моторы вынудили использовать масла, которые не замерзают, потому что на высотах выше 6-8 тысяч метров. То есть примерно, я так понимаю, это высоты, которые соответствовали тогдашней авиации. Но очень холодно, конечно, нельзя туда лить масла. Кстати, класс вязкости был принят также в Америке и примерно в начале века. И нельзя туда лить масла, которые, представляете, одно дело автомобиль, а другое дело авиация. Там проблем-то гораздо... И вот тогда появились уже и присадки, и масла. То есть, в общем-то, это требование создания синтетических масел. Прежде всего, это требование широкого температурного индекса. Вот как раз перед началом программы прозвучал вопрос такой зимний и летний. Да, да, да. Ну, зимний и летний масла – это масла с широким... Вот сейчас масла, как правило, универсальные. И... Расскажи об этих циферках, как поориентироваться. Там... 0W30, да... Да, да, да. Как правило, когда вы покупаете масло, первое, что вам бросается в глаза – это две цифры, разделенные W. Это всего лишь температурные диапазоны, в которых масло готово выполнять свою функцию. То есть, смазывать. Например, 0W40 – это масло с достаточно широким температурным диапазоном. 0 отвечает за зимний. Первая цифра. Да, первая цифра отличает. И чем она меньше, тем, соответственно, более зимняя. Тем ниже точка застывания масла. И горячий индекс, то есть второй индекс, это говорит о текучести масла под воздействием температуры. Рабочая температура мотора, то, о чем я сейчас говорил, у современных двигателей крайне высокая. То есть, достигает 111 градусов и выше. Это не сравнить с моторами периода 70-80-х. Рабочая температура моторов... 70. 75-80. У первых автомобилей 60 градусов. Это жуткие условия для всего, за исключением масла. Масло как раз от этого хорошо. То есть, масло не окисляется. Как только мы передерживаем масло, представляете, там масло постоянно соприкасается с горячими частями двигателя. А в двигателе локальные температуры, то есть местечковые, они достигают 400 градусов. Это очень... Ну, нет таких жидкостей, которые бы прекрасно себя обувели и в условиях крайне низких, отрицательных температур. Может быть, они есть, но они очень дорогие. И смазывать они точно не могут. Да-да-да. То есть, экстремальщина. В любом двигателе, да, буквально широчайший спектр нагрузок и температур. Очень-очень тяжело маслу работать. Совершенно верно. И, естественно, в масле есть... Масло обладает большим списком, большим количеством свойств, которые ему необходимо... Которым ему необходимо обладать, чтобы не только смазывать. Масло еще и моет. Обладает так называемыми щелочными свойствами. И вот, как показывает практика, потому что я занимаюсь и анализом так называемой масляной отработки, и, как показывает практика, примерно 8-10 тысяч километров в городском цикле – это предел моющих свойств масла. То есть масло перестает мыть, начинает загрязнять. И те, кто ездит по городу, вот как их, как говорится, просит компьютер до 25-30 тысяч, ну, вы ездите уже не на масле. Да. Через короткое время вернемся к этому обсуждению. А пока новости. Маслу тяжело в двигателе приходится. Мы вот об этом с Сергеем, своими новыми техническими директами автосервиса «Эль Авто» уже поговорили. Сейчас продолжим обсуждать это. Звоните, пожалуйста, в эфир по телефону 65 10 996, код города 495. Пишите сообщение на сайт finam.fm, ну, вот оттуда, например, сообщение такое, Олег. Киа Сид с двигателем 1.6, у него дилер отказывается менять растянутую цепь, апеллируя к тому, что я заливал свое масло, нерекомендованное. Может ли масло повлиять на растяжение цепи? Заливал он некой Motion 300 V. Что такое Motion 300? А, Матюль, скорее всего. Матюль, да? Матюль. Вот именно, да. Матюль – прекрасное масло. Я сам на нем ездил. И, конечно же, на растяжении цепи, ну, вот, да, вот при всем, при всем, при всем желании не может. Леонид, ну, здесь, опять же, все-таки те люди, которые работают у официального дилера, они связаны некоторыми обязательствами, что называется, работа у них такая. Да, 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 ага. И, ну, конечно, очень сложно привязать типы, качества используемого масла к растяжению цепи. В том-то и дело. И именно поэтому, вот, в гостях сегодня Сергей, он у нас, он представитель неофициального сервиса. Я могу рассказать правду. Да, 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 да. Хорошо, вернемся к теме, вот, мы уже подошли к ней до перерыва, то есть температура современных моторов, как я уже сказал, драматически отличается от двигателя, которые применялись в 60-е, 70-е, даже 80-е годы. Связано это с требованиями экологии. Ну, не только, степень форсировки двигателей тоже росла существенно. Сейчас средний, если мы возьмем двигатель BMW, его литровая мощность, она на уровне гоночных моторов 70-х, 80-х годов. Причем... Да, и это фантастика. Даже турбированных. Именно, именно. А у нас атмосферник сейчас. В обычном городском автомобиле может развивать 400 и выше лошадиных сил. Конечно. Куда уходит это тепло? Конечно, и в систему охлаждения, у которой есть большой-большой радиатор. А у масла, бедному маслу достается по полной. По объему это те же самые, может быть, 7-8 литров. Тем не менее, отдельный радиатор чаще всего не предусмотрен. Масло, что называется, медленно прожаривается. И проблема, с которой сталкиваются обладатели автомобилей в больших городах, это пробки. В пробках термостат, как правило, поднимает температуру. У современных автомобилей он управляемый. Температура достигается 105-110, может быть, даже выше градусов. Это крайне негативно сказывается на масле. То есть циркуляция очень... Обороты двигателя в пробке очень низкие, циркуляция очень плохая. Иными словами, вы кашу... А 400 градусов-то в зоне верхнего поршневого кольца никуда не деваются? А турбина? Топливо-то сгорает там? А турбина, которая сконтактирует с выхлопными газами, которые современных автомобилей... Через нее масло постоянно прокачивается на малой скорости. Помнишь турботаймеры, когда появились? Да, да, да. А сейчас их нет, между прочим. Кстати, ни один производитель действительно не устанавливает турботаймеры. И их спрашиваешь, они все говорят, все нормально у нас, все там, все замечательно. Тем не менее, ресурс турбин... Физика-то одна. Никуда она не делась. Согласен. Согласен. И никак вот не уйти от этой проблемы. Действительно, если вы эксплуатируете современный форсированный горячий мотор, вы оставляете, выключаете машину, уходите, а масло-то деваться некуда, оно там осталось, и начинает спекаться. А количество его там, в общем-то, небольшое. Абсолютно. Неадекватным, на самом деле, нашим российским реалиям. Да, да. Вот, давай примем звонок. К нам дозвонился Артем. Артем. Алло, приветствую вас. Да, да, да. Здрасте, здрасте. Здрасте. А вот у меня 39-й кузов, 97-го года. Да. Можно ли ориентироваться на зеленые квадратики? Вот, то есть, видите, высосказанного вами. А, простите, какого года? Зеленые квадратики. 97-го, да? Да, 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 да. У вас М52 мотор обычный, 23-й, 28-й. Да, 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 да. Поясню для тех, кто не знает, что такое зеленые квадратики. На автомобилях BMW в 80-е уже, да, а это речь о 90-х. Нет, в 90-е, да. Была уже система такой встроенной диагностики. И загорались, значит, там квадратики, которые сигнализировали по мере, там, да, их загорания о том, насколько близко смена масла. Ну, здесь достаточно простой ответ будет. Вот это поколение моторов М52, это последний двигатель, который еще достаточно терпим к маслу. И даже в рекомендациях BMW на тот период присутствовали и минеральные, и полусинтетические масла. То есть, этот двигатель сравнительно холодный. Его температура максимальная достигает 102, может быть, едва выше. Максимальная, да. Максимальная температура, рабочая там даже ниже, может быть. Поэтому с этим двигателем, тем более квадратики, это порядка 15 тысяч километров, насколько я помню. Квадратики, насколько я помню, там же алгоритм их подсчета очень простой. Грубо говоря, моточасы. От пробега, от пробега. Но на вашем моторе это просто индикация. Флажки. Это просто пробег. Да, это просто пробег. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Что-то шквал прямо звонков. Сейчас у нас... Да, давай поговорим. Первая линия. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Сергей. Вы со мной говорите? Да. Вот у меня была машина Volvo, обычная 2.4, S80. Так. И я там был прописан менять раз 15 тысяч, а я как-то по серости своей менял раз 10 тысяч, и меня все сервисы за это хвалили. Вот. А сейчас я купил новую, S80, 2.5, там прописано 15 тысяч. Вы как порекомендуете менять там так же раз 10 или оставить новый мотор, новое потоление? Вы знаете, ну, в такой ситуации глупо было бы рекомендовать увеличивать пробег, уменьшать, да пожалуйста. То есть масло... Нет, я имею в виду, что вы оставите как в книжке 15 тысяч, как рекомендовано. 15 или 10? Нет. Вот что ты порекомендуешь? Нет. В книжке 15 написано. В книжке написано 15. Посмотрите, может быть, там есть отдельная глава, посвященная тяжести. Нет, я уже посмотрел, слушаю вашу передачу, уже посмотрел, ничего нету, и цеха эксплуатации только загородного. Сергей, а такой, вот, вот, очень важно, как вы эксплуатировали. Если вы ездите спокойно, без пробок, то я думаю, что можно смело следовать рекомендациям производителей. Никаких проблем при таком пробеге у вас, я имею в виду, межсервисном интервале не возникнет, потому что загородная эксплуатация, это совершенно другое, с пробками никак не существует. Так что, хорошее масло и 15 тысяч. Не проблема. Вот для вас, пожалуйста. Еще один вопрос, если можно. Скажите, пожалуйста, вот есть два дорогих масла, ну, собственно, они выделяются, естественно, цены. Это Мобил и Кастрол, который принадлежит двум разным конкурирующим компаниям. Вот, по вашему опыту, я вот так вот для себя понял, что это примерно одно и то же. Потому что то же Голиос, который я использую, оно сначала рекомендовало во все машины лить Мобил, я лил там 15 лет назад, а потом они перешли на Кастрол и летят лил Кастрол, как они рекомендуют. Ну, по сути, это одно и то же масло, по качеству, по своим характеристикам. Или это не так? Вы задали вопрос, который не исчерпаем как атом. Не в бровь, а в глаз. Да. Вот я боюсь, что мы за эту программу, тему тестирования масел и раскрытия их, того, насколько они разные или одинаковые, не подымем, не осилим. Возможно, мы вернемся к этому в других передачах. Но на самом деле, даже внутри одного бренда масла очень сильно различаются. Очень важный момент. Кастрол мобилу рознь, Кастрол, Кастролу рознь. В принципе, конечно же, вот сейчас все обычные автолюбители, они просто отдают автомобиль на сервис и там им заливают то, что использует этот дилер. Как правило, это все сертифицировано, там, да, опробировано производителем и так далее. Но там очень масса, масса нюансов. И тут нет единой какой-то такой стратегии, которую можно было бы рекомендовать всем. Ну вот, в частности, именно поэтому мы здесь сейчас, Сергей, мы сидим и про это рассказываем. Да, тема очень сложная. Объемная, прежде всего. Да, вот. Тут, к сожалению, не сможем мы сейчас вам дать какую-то там рекомендацию. Спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо. Единственное, прокомментирую, действительно, у одного производителя в линейке современной, может быть, большое количество масел представлено, эти продукты могут быть совершенно разные. То есть, простой пример, масла разных вискосных диапазонов делаются из разного сырья. И, например, масло 5В40 может сильно отличаться от масла 0В40, кардинально отличаться по составу. Нельзя ориентироваться только на бренд. Бренд – это для потребителя. Приучение потребителя к продукции. А продукты могут быть совершенно разные. Абсолютно точно. Еще один звоночек. Давай, примем. Артем. Артем, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый ведущий. Здравствуйте. Здравствуйте. Вопросик у меня. Вот современные масла для увеличивания интервала в межсервисах, они идут как low-subs с урезанным пакетом присадок. Где же тогда логика? То есть, ездить позволяет большее количество километров, но при этом масло по своим характеристикам получается не такое моющее, как те, что были до этого. Ну-ка, Сергей, что ты скажешь на этом? На самом деле, опять же, я на этот момент обратил внимание еще, ну, в общем-то, много лет назад, практически с появлением вот этих так называемых допусков low-subs. Low-subs – это низкое содержание серы, а из серы, ну, серы и фосфора, на самом деле, из этого, ну, в общем-то, это те микроэлементы, которые используются в составе присадок. Сделано это, ну, прежде всего, экология, во-вторых, в автомобиле современном есть такая вещь, называется катализатор. Считается, что… Нейтрализатор. Нейтрализатор. Да, каталитический нейтрализатор трехкомпонентный. Вот это все, вот эта конструкция, в общем-то, это своеобразный фильтр, и он использует напыление драгоценных металлов. Платин, роди и так далее. Там много чего, да. И вот эти микроэлементы, попадая вместе с выгоревшим маслом, сгорая на нем, они отравляют его. И, действительно, получается парадокс, масло мы заставляем ездить долго-долго, именно заставляем, это не его возможности, это требования к маслу. Вот, кстати, очень важный момент, граничное понимание. Это требования к маслу современные производители, экологи, кто угодно, заставляют масло жить в одном моторе 25-30 тысяч километров. С другой стороны, присадки урезаются, то есть, количественно и, возможно, даже качественно, по требованиям экологии. Действительно, масло стиснули с двух сторон, и ему в двигатель, поверьте, нехорошо. Это видно по опыту эксплуатации и обслуживания двигателей. Ну, вот, по крайней мере, мой опыт об этом свидетельствует. Раньше было такое понятие мотор-миллионник, и тоже, кстати, оно в достаточной степени мифологизировано. Тем не менее, сейчас такого понятия уже в принципе не найти, даже теоретически. Увы, увы. Ну, это вообще отдельная тема, почему и куда, как развивается автомобильная техника. Но, вот, что касается масел, мы сейчас еще один важный аспект вот этот затронули. Экологический, и, как всегда, в автомобильной инженерии всегда разработчикам приходится идти на компромисс. И вот здесь тоже, да, компромисс между экологией и между эксплуатационными характеристиками. И он, в общем-то, сейчас все более и более становится, он углубляется. И, конечно же, для нас-то, да, простых автолюбий, в принципе, мы, конечно же, все за экологию. Мы хотим дышать чистым воздухом. Но я считаю, что все-таки главное для нас, при прочих равных, это надежность нашего двигателя. Это его защита. Особенно вот в достаточно экстремальных условиях российских крупных городов. Вот сейчас еще раз мы об этом поговорим поподробнее, а пока новости. И сегодня с Сергеем Смирновым, техническим директором автосервиса Эль Авто. У Сергея колоссальный опыт по части наблюдения за двигателями, в частности, BMW. И вот я все время сейчас его подталкиваю к тому, чтобы он рассказал, поделился ужасами нашего городка, наблюдениями за тем. Вот сейчас ты начал рассказывать как раз про то, что бывает, когда не менять масло. Да, но если мы не меняем масло, двигатель, помимо того, что подвержен загрязнению, то есть масло перестает мыть, теряет щелочные свойства. То есть это мыло, которое не моет, оно должно, это одна из основных функций масла. Далее, если вы передерживаете, перекатываете пробег определенный, то есть это уже зависит от режима движения, от вашего двигателя, ну от нескольких аспектов, масло начинает сворачиваться. То есть превращаться в консистенцию, обретать консистенцию желе. Ну, не надо объяснять, что если масло теряет текучесть, двигатель начинает работать. Желе не течет. Не течет, совершенно верно. Конечно, смазывание прекращается. Прекращается смазывание в тех местах, где, ну, в критических местах для двигателя. То есть оно более всего необходимо. Как правило, это, конечно, приводит, заканчивается капремонтом. И я видел достаточное количество таких моторов, причем на небольших пробегах. Как раз причина номер один – это несоблюдение. Даже умудряются перекатывать даже те пробеги, которые сейчас считаются для Москвы запредельно большими. То есть 25-30 тысяч есть и такие люди. Перекатывают. Думают, что если… На современных, на дорогих автомобилях. Очень дорогих автомобилях. Иногда, сам понимаешь, что премиум автомобили трехлетние достаточно большие. И люди, конечно, почему-то думают, что если, ну, 25, ну, может быть, и 30, где 30, там и больше. Ну, хотя это, конечно, редкость. Но хуже всего, когда это происходит на 10-15 тысяч километров. Это, конечно, связано уже с свойствами самого масла. Это первая проблема. То есть масло сворачивается и неожиданно вы попадаете на замену мотора, либо на крайне троегостоящий ремонт. Что бывает? Вот к тебе приезжает человек, да, на что он жалуется? Типичный случай. Не заводится автомобиль. Привозят, скорее всего, его уже на эвакуаторе. На эвакуаторе, да? Это один. Это один из моментов. Второй момент – это повышенный расход масла, который сейчас, к сожалению, становится нормой. Где та самая экология, о которой заботятся производители, либо лобби экологические. А ее на самом деле нет. И катализатору тоже, о котором все заботятся в жизни при таких сменах интервала. Абсолютно. При таких интервалах замены масла, к сожалению, нет. То есть расход масла у современного автомобиля на уже первом-втором году эксплуатации может достигать литра на тысячу километров. Это запредельные нормы. Они, кстати, прописаны. Прописаны. Они все перестраховываются. Совершенно верно. И когда начинаешь предъявлять им претензии, они говорят, а вот у нас, пожалуйста, до литра на тысячу километров угар. В книжке написано. В книжке написано. Пожалуйста, это норма. При этом, как это, например, уживается с жизнью катализатора, непонятно. Никак. Никак это не уживается. Это парадокс. Это просто, к сожалению, автопроизводители. Нонсенс. Да, подстраховываются. Они не хотят тратить колоссальные деньги на гарантийные ремонты двигателей. Ну, то есть иначе бы там работали одни юристы, инженеров совсем бы не осталось. Они бы судились, доказывали и так далее. Так вот, проблема более выраженная, чем сворачивание масла, то есть полимеризация, это проблема повышенного расхода масла уже новыми моторами на периоде гарантии. Конечно, это касается прежде всего автомобилей немецкого производства. То есть, ну, я думаю, ни для кого новостью не будет, что, например, Audi, Volkswagen, BMW, но также, в общем, и, наверное, Mercedes уже догонять. Начиная, там есть некие конструктивные аспекты, которые дают Mercedes небольшое преимущество. На самом деле у всех примерно одинаково. Вот, и... А ведь раньше-то, да? Ой, раньше совсем другое, да. Плюс к тому, современные моторы не сравнить по технической сложности, по технической начинке. Я имею в виду, что это... Колоссальные сложности. Это сложные моторы. Я думаю, даже рядовые владельцы, которые уже, может быть, по расчетам производителей, не должны знать, что в автомобиль заливается, кроме бензина и омывающей жидкости. Тем не менее, даже они уже столкнулись, особенно если столкнулись с ремонтом с хитрыми названиями, типа ВАНОС, Вольветроник. Все это достаточно... Непосредственный впрыск. Совершенно верно. Все это достаточно сложные системы, которые работают на масле. Я имею в виду, прежде всего, та же самая система ВАНОС, которую BMW использует уже порядка, наверное, 15 лет. Все это работает на масле. Все это работает на масле. Все это... То есть масло, в общем-то, это кровь двигателя. Если у вас проблемы с кровью, плохо всему организму сразу. И, кстати, вот мы в основном говорим про премиум, но так как технически сложные решения имеют тенденцию снисходить из премиума на массовые автомобили, то сейчас все это мы имеем и на двигателях обычных машин. Например, пожалуйста, да, те же двигатели серии Prince на Peugeot и Citroen, которые разрабатывались и выпускаются совместно с BMW. Те же самые технологии и очень часто, увы, те же самые проблемы. Сейчас давай примем звонок. К нам дозвонился Вадим. Вадим, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, Леонид, здравствуйте, Сергей. У меня такой вопрос. Я вот, вроде, коррекционер собираю. Старенький, маслоный возраст, 25-30 лет. О, наш человек. Да, Мирсловец, основной вопрос такой. Я с такой проблемой, как бы, желая добра свой мотор, я стал заливать самое современное масло. Масло развития получило очень сильно за последние 20 лет. Вот. И я с такой проблемой, что мои тоже коллеги-коллекционеры говорят, надо заливать именно то масло, которое было рекомендовано, так как фильтр, масляный фильтр, оригинальный, он рассчитан на работу именно синтетическим маслом. У меня вопрос такой. Вот для владельцев старых машин, какое рекомендует масло? Минеральное, синтетическое? И как вот объяснять эту проблему именно масляных фильтров, которые вот не работают, допустим, с синтетикой, которые не используют, например, 25 лет за данные машины? Спасибо. Понятно, вопрос понятен. Во-первых, я бы обратил внимание слушателя на то, что на рынке у многих производителей присутствуют масла для ретро-техники и ничего плохого. То есть масло минеральное, как мы, Леонид, с тобой уже говорили, загнобили и, в общем-то, часто незаслуженно. Мы с тобой об этом говорили, а в эфире-то мы об этом еще не говорили. В эфире еще не сказали. Минеральное масло по свойствам, по большинству свойств, не отличается от синтетики. Я имею в виду, если вы не эксплуатируете свои ретро-автомобили, уже, в общем-то, почти, да, ретро-автомобили, в гоночных режимах, либо при резких выраженных температурах, но вряд ли в минус 30 вы их, если действительно коллекционер, он пожалеет, не будет такого делать. Пожалуйста, у большого количества производителей на рынке, пожалуйста, можете покупать масла. Как правило, это вязкости 10-30. Вот подобные продукты есть. Далее, с фильтрами я, честно говоря, не сталкивался, не представляю, с чего даже сделано. Мне кажется, тема эта надуманная, потому что... Ну, вот я тоже пытаюсь как-то поднять к фильтру-то какое-то отношение. Абсолютно. К сальникам, могу представить, что к сальникам врача есть. Да, совместимость сальников, это одно, да, совместимость резинок и, там, скажем, очень часто химически активных полиальфа-алифинов в современной синтетике. Конечно. Это тема одна. Это... А фильтры-то? Думаю, что, да, прежде всего, сальники, пострадают, могут, по крайней мере, пострадать, потому что другие были требования на тот момент. И вообще, минеральное масло, оно значительно менее агрессивно к резине. Да. Вот этот момент, этот аспект, пожалуйста, учитывайте. Поэтому, наверное, какой-то вот такой рецепт, может быть, владельцам ретротехники, использовать очень хорошую, качественную минералку, в свойствах которой вы уверены, да, и просто, ну, так сказать, менять её почаще. Да, совершенно верно. Да. Через те же, там, скажем, 5000 километров. Да, использовать тот интервал, который был предусмотрен, да, техники тогда, и всё будет в порядке, абсолютно уверен. Тем более, что двигатель, ну, совершенно по-другому к маслу, требования к маслу значительно ниже у старых моторов. Они вот на чём только не ездили, и всё было в порядке. И ничего. Это сейчас мы схватились за голову, что как так, два-три года, а мотор уже требует ремонта. И, ну, абсолютно... Ну, мы вот уже говорили о том, насколько сложными стали современные двигатели. Причины объективные совершенно, они понятные. Просто мало, к сожалению, к этому мало уделяет внимание. Да. Серёж, у нас буквально осталось три минуты. Давай как-то сформулируем какие-нибудь общие рекомендации всем людям. Мне кажется, что нас, автомобилистов, нужно разбить на две основные категории. Это, скажем так, обычные автомобилисты, которые не вдаются в технические подробности, которые не знают вообще, да, что такое масло, зачем оно существует и всё, которые просто приезжают на сервис, дают ключи и потом ездят на автомобиле. И люди технически грамотные, продвинутые, которые относятся к автомобилю как к некоему хобби. Это вот там мы с тобой и, так сказать, да, там люди с бензином в крови. Давай вот кратко для первой категории и для второй обрисуем, да, стратегией. Как лучше всего обращаться с двигателем в плане смазки? Ну, конечно, самая простая рекомендация, которая очевидно напрашивается, это использовать те требования, которые предъявляет производитель. Завод-изготовитель. К сожалению, для многих автомобилей, ещё раз, есть сильные, есть большая принципиальная разница между моторами азиатской школы. Это, в общем-то, моторы, которые сделаны по технологиям 80-х, 90-х годов, не далее. И современными немецкими моторами. Здесь уже, конечно, придётся прибегнуть к опыту, возможно, мировой паутины, чтобы найти там какую-то информацию. Попробуйте проконсультироваться с людьми, которые на этом этот мотор эксплуатировали на каком-то конкретном масле. Посмотреть, может быть, фотографии. Но не обойтись без этого, боюсь. Сергей тут ненавязчиво рекламирует себя, потому что в мировой паутине у Сергея есть блог bmvservice.lifedjournal.com. И там очень много фотографий, леденящих душу подчас, что бывает с двигателями при неправильном обращении. Не поленитесь, зайдите там. Мне интересно было читать это всё. Ну, да, наверное, не было такого умысла рекламировать. Но раз уж есть, действительно, я достаточно долго собираюсь, систематизирую информацию, которая касается двигателей. В основном, опять же, повторюсь, это немецкие автомобили. Вижу каждый день в работе. Для меня уже нет, наверное, никаких секретов в этой области. Я могу вам сказать, что, к сожалению, если к автомобилю немецкого производства не относиться с должным вниманием, ресурс этого двигателя, вашего двигателя, составит не более 3-5 лет. Да, и лучше тут перебдить, чем недобдить. Абсолютно верно. Просим прощения за такое выражение. Но, в общем, техника сейчас сложная. Так что, на самом деле, наверное, соблюдать требования производителя и даже, как бы, опережать их. То есть, менять масло почаще. И расширять кругозор, эрудицию. Да, чем мы в дорожном просвете и занимаемся. И, я думаю, займемся еще. Спасибо Сергею Смирнову, техническому директору автосервиса L-Авто. Сегодня, я думаю, что было интересно. И, надеюсь, вернемся еще к этой теме. Да, Сереж? Да, спасибо, что пригласил. Всем до свидания. Да, всем удачи на дорогах. Меняйте масло вовремя и заранее. И счастья вам с вашим автомобилем. Спасибо. Спасибо.